Всем привет, меня зовут Ирина, я рада видеть вас на своем канале. На улице у нас уже июль месяца, и лето в разгаре, у нас на улице жара, и в связи с моим нынешним положением, я беременна, как многие из вас уже слышали и знают. Конечно же, моя вся одежда, которая была ранее куплена на лето, она сейчас на меня не подходит, ничего не налазит, поэтому по чуть-чуть я покупаю новую одежду, и я стараюсь покупать такую, которую я могла бы носить и потом, после уже своей беременности. Поэтому, если вам интересна эта тема, я знаю, что все девочки любят эту тему, я лично тоже часто смотрю, что другие блогеры покупают, то если вам все же интересно, оставайтесь со мной. И первая вещь, которую я вам хочу сегодня показать, это самая красивая и самая нежнейшая вещичка. Это вот такой вот браслетик, который вы видите у меня на руке, а это подарок от моего мужа от Сваровски на нашу годовщину, которая была не так уж и давно. Я очень давно мечтала о таком нежном браслетике, я, кстати, покажу вам его вблизи, потому что я понимаю, что вам, наверное, плохо видно сильно на таком большом расстоянии. Это браслетик, который шел не один, вот такая вот коробочка. Это как небольшой такой комплект, здесь входят два браслетика, один серебряного цвета, один золотого цвета, и здесь на этом браслетике, здесь такое маленькое сердечко в камушках. Сейчас достану. А на этом браслетике уже идет такой замочек с розовыми камушками. Смотрится очень круто, и носить их можно вместе, как вместе, так и раздельно. Я сейчас пока надела только лишь один браслетик, мне нравится по раздельности, но думаю, что иногда буду носить их вместе. И что мне нравится в этих браслетиках, то, что они очень нежно смотрятся, очень удобные, они совершенно не мешают. И мне нравится то, что один конец намного длиннее, и когда вот так застегнут он, то здесь вот так еще болтается, и на конце здесь знак Сваровский, такой вот лебень, и еще здесь три камушка. Так что я очень довольна этим подарком, еще не раз вы видите этот подарок у меня на руке, потому что я буду носить их постоянно. И чуток пробежимся по обуви. Так как на улице лето, и большинство из моей обуви идет на каблуках, или очень узкие, то мне пришлось чуть-чуть расширить свою коллекцию обуви. И вот на днях в магазине Aldo я купила себе вот такие вот шлепки. Давно их хотела, на самом деле раньше я даже на них не засматривалась, но, как и все беременные, я столкнулась с проблемой, когда ноги наливаются во время жары. И это действительно приносит большой дискомфорт, потому что большинство обуви, которое вы имеете, она просто становится маленькой, и все такое тугое. Поэтому я купила себе такие вот шлепки, которые вроде бы не должны нигде давить. Я в них еще, кстати, не ходила на дальнее расстояние, только лишь тут рядом к бассейну пробежалась и обратно. Но надеюсь, что они будут удобны. И они вот такого черного цвета в сочетании с белым цветом подходят ко многим вещам. И для меня, если честно, главное, чтобы сейчас было удобно. И следующая пара обуви, это с магазина Nine West, и, если честно, такое пока что небольшое разочарование для меня, потому что я их купила еще в конце весны, с надеждой на то, что во время беременности, когда будет тяжело ходить на каблуках, я смогу их спокойно надевать, потому что, во-первых, они под все подходят. Это нюдовый цвет, на ноге их практически не видно, он хорошо сливается с моим цветом кожи. И у них очень классная форма, мне нравится их дизайн, как они все сделаны. И когда я их померила, кожа была настолько мягкой, и вот сейчас, даже когда притрагиваюсь к этой коже, она очень мягкая, очень такая вот... Казалось, короче, что если я ее буду носить, то вообще нигде не должно тереть. Вообще будет все удобно, все круто, все классно. Но надела я их как-то в Манхэттен, мы поехали гулять, и я еле дошла до машины, у меня растерло все. Ну, на самом деле, тогда было очень жарко, на улице было больше 30 градусов, мы много ходили. Нога, конечно же, очень сильно налилась. И мне они начали давить вообще во всех местах. Мне давило на пятки, мне давило здесь в пальцах. Я использовала все свои пластыри. Короче, не знаю, что теперь делать. Надеюсь, что после того, как нога перестанет наливаться, они будут подходить. Не знаю, я их пробую, конечно же, надевать иногда, когда недалеко куда-то отхожу от дома, чтобы по чуть-чуть, по чуть-чуть их расхаживать. Но они мне так нравятся, я их так люблю. Они так круто смотрятся на ноге, и они реально под все подходят. И следующая моя пара обуви, это вот такие вот сандалии тоже с магазина Алду. Купила я их совсем вот на днях. Давно хотела такие босоножки. Я прям ходила, искала. Но у меня проблема в том, что когда нога не налито, у меня очень узкая нога. И получается, когда я меряю, то часто вот в этих местах просто оно все болтается, все широко. И видно, что они как будто не моего размера. Когда я беру меньше размера, то болтаться остается все равно. А уже, конечно же, мне не подходит. Но эти босоножки очень круто сели на мою ногу. Я надеюсь, когда и нога будет наливаться, будет круто смотреться. И мне очень понравился цвет. Я померила в черном варианте. И вот в таком варианте. В черном варианте, по-моему, 37 размер мне оказался почему-то тоже вот широким вот в этих местах. Я уже было чуть ли не расстроилась. Но когда надела эти, эти оказались вот в самый раз. Причем, что это европейский 37, а американский я купила 6,5. Сначала я хотела черный. Я думала, что они мне будут очень-очень нужны. Но на самом деле сейчас я не жалею, что я купила этот цвет. Он, я бы сказала, больше такого вот персикового цвета. И он сделан из замши. В них не жарко. Нога полностью дышит. Нигде не давить. Здесь на застежке. То есть нигде не будет болтаться. И маленький каблучок, который чуть-чуть будет делать тебя выше на сантиметрик. Когда ты беременна и когда тебе тяжело ходить на каблуках, но хочется быть женственной и красивой. Это, я думаю, вот такие вот босоножки как раз в самый раз. Тем более, что сейчас они очень модные. Вот именно вот такие вот на высоких каблуках. И следующие мои покупки, это будут уже покупки одежды. И первое, что я вам покажу, то, что вы уже видели. Это вот такая вот блузочка в таком вот интересном стиле. Она мне почему-то напоминает такой вот чуть-чуть деревенский стиль. Но она мне очень-очень нравится. Во-первых, в жару очень в ней удобно. Она везде открыта. И она широкая. Она, кстати, не сильно длинная. И я ее ношу. Если вы помните, в прошлом видео про покупки одежды я вам показывала черную юбку с магазина H&M, которая является моим фаворитом и спасением. Вот она как раз очень классно смотрится с этой блузкой. Потому что она очень высокая. Получается животик полностью закрыт черным. И эта блузочка, она коротенькая. Ничего не выглядывает. Все на месте. Мне нравится цвет. Здесь клетка с темно-синим цветом, в перемешку с белым. И, конечно же, что привлекает внимание, так это голые плечи. Здесь идет вот такая вот рюша. Тем самым плечко оголенное. Здесь такой вот воротничок. Очень смотрится женственно. И я думаю, что она вообще круто будет сочетаться с разными джинсовыми шортиками. С разными юбочками коротенькими. Но так как сейчас я, к сожалению, не могу себе это позволить, то приходится сочетать с тем, что есть. Но, а вообще, то, конечно же, я очень довольна этой покупкой. И следующая моя покупка, это вот такая вот блузка, вот такого вот нежно-голубого цвета. Если честно, она покорила меня просто своими рукавами. Я просто влюбилась в эти необычные рукава. Она мне так понравилась, что я ее схватила и даже не по мере купила. Она смотрится очень интересно. Мне нравится очень пошив. Очень красивый такой дорогой цвет. Хотя на самом деле рубашка не так уж и дорого стоит. Рукава, конечно, я готова петь дифферамбы этим рукавам. Очень круто смотрится. Так, даже не знаю, как это объяснить. Вы увидите, я покажу вам. Здесь на рукавах вот такие вот застежки, где вы затягиваете ленту. И здесь идет вот такая вот тоже застежка над вырезом по длине шеи. Вот я, кстати, насчет этой застежки сомневаюсь. Мне кажется, лучше бы они сделали на самом деле без нее. Просто вот такой вот ровный вырез. Мне кажется, было бы так лучше. Но не знаю, почему они решили сделать именно вот так вот, добавить вот эту небольшую деталь. Сейчас она смотрится на мне хорошо. Но я думаю, что после родов, когда я чуть-чуть скину и когда уйдет вот этот вот весь объем здесь, то она будет смотреться еще лучше. Так как мне кажется, что здесь она как будто чуть-чуть так приподнимается не в тему. Но в основном я довольна этой рубашкой. И с удовольствием ее буду носить. Хотя мне кажется, что в ней будет жарко в жару. Я сейчас гляну, с чего она состоит. Хотя нет, в состав входит 69% катона, 27 нейлона и 4% спандекса. Ну да, она такая тягучая, видите, она такая очень тянется. И не так давно в магазине Zara проходили сезоны огромнейшие скидки. Я купила себе вот такую вот футболочку черного цвета. Да, по мне сейчас видно, я сама сижу в черном, футболку показываю в черном. Да, я люблю иногда черный цвет именно летом. Потому что когда загорелая кожа и вы в черном, как-то черный, так же как и белый, он как-то вот подчеркивает цвет кожи. И мне очень это нравится. Хотя я на самом деле не так часто летом ношу черный, но все же очень люблю и иногда предпочитаю. И чем она мне понравилась, то, что она широкого кроя, то, что мне сейчас нужно. Она такая чуть-чуть длинноватая, не сильно зауженная. И здесь вот такие вот сбоку есть разрезики. Ну и, конечно же, деталь, которую они добавили. Вот такой вот кружевной карманчик с металлическими кругляшками такими. Смотрится, как мне кажется, очень интересно. И вот этот карман, он добавляет такой вот, ну не знаю, какая-то вот изюминка действительно. И я думаю, если их сочетать с джинсами, эту футболку, или с светлыми шортами, то будет очень круто смотреться. И еще одна футболочка Zara, вот такого вот уже молочного цвета, такого слоновой кости. Она тоже широкая, длинная. И мне нравится, что здесь уже такие завернутые рукава. И здесь такая вот небольшая надпись. Сейчас надписи, как вы знаете, очень модные на футболках. Здесь обычная надпись Экрю, что означает вот этот вот цвет, слоновой кости. Мне она очень понравилась. Светлая, простая, то, что нужно на лето. И следующие мои две покупки, это мои самые любимые покупки. Конечно же, это будут платья, потому что платье, это самая удобная одежда. Она самая элегантная, самая женственная. И в моем положении самая удобная. И это платье вы могли видеть уже в моем инстаграме. Кстати, если вы не подписаны на мой инстаграм, то обязательно это сделайте. Там я каждый день выкладываю фотографии. Я думаю, что вам будет интересно. Обязательно проходите, буду рада вас там видеть. И вот такое вот, да, платье. Я его покупала в магазине Zara. Мне хотелось что-то купить, чтобы оно было элегантным, красивым и подходило на мою новую фигуру. И когда я померила это платье, кстати, когда я его брала, я, если честно, не думала, что оно как-то будет красиво смотреться и подойдет. Но когда я его померила, я просто в него влюбилась. Оно сделано с очень хорошей, плотной такой ткани, которая очень приятная. Но единственный минус то, что она такая, чуть-чуть мнущаяся. То есть, когда вы долго сидите, сзади, допустим, может чуть-чуть помяться. Но она такого вот классного цвета. Это тренд сейчас. Сейчас везде, наверное, эта полоска, конечно, уже, наверное, мелькает в глазах, это одна лишь полоска. Но как ни крути, все равно мы все это покупаем. Здесь идут такие вот пуговицы. Оно очень широкое. И оно чем ниже, тем оно становится шире. Сейчас, конечно, вам, наверное, когда я показываю, кажется, что это как мешок какой-то. Но здесь идет вот такой вот ремешок. И когда вы его завязываете, я его завязываю, конечно, сейчас чуть-чуть повыше. Потому что здесь, когда завязывается уже не сильно красиво, то смотрится очень круто. И на самом деле, почему я его купила, у меня была ностальгия. У меня в прошлом году есть такое летнее платье, которое тоже в синюю полоску. Я покупала еще, когда это было не так уж и модно. Но я его настолько любила. Я протаскала его все лето. Оно было таким удобным. Под кроссовки, под туфли, под все подходило. И я настолько за ним скучала. Поэтому, когда я увидела это платье, то решила, что это будет очень хорошей альтернативой. И сверху оно идет как в виде рубашки такой. Здесь воротник, полностью пуговицы до самого низа. И здесь вот такие вот на самом деле длинные рукава. Но я их люблю подворачивать. Здесь есть специальная застежка. Если вы хотите, вы можете застегнуть. Смотрится намного лучше. И я ни разу не одевала это платье с кроссовками белыми. Но думаю, что это будет очень круто смотреться. Очень так удобно. Но в то же время женственно. Я его носила с босоножками и со своими туфлями. Это тоже смотрелось очень круто. И, кстати, когда я гуляла в Манхэттене в этом платье с мужем, то, несмотря на то, что я была вот в этих тапочках, у меня были натертые ноги. И когда я шла по улице, то мужчина вслед мне сказал, что я выгляжу как секси-мама. И мне было очень приятно это слышать от проходящего мужчины. И еще одно платьишко с магазина Zara. Я расскажу небольшую предысторию. Мы с мужем собирались ехать на лавандовую ферму, чтобы там сделать небольшую фотосессию. И я себе в голове нарисовала вот такую вот картинку, что я должна быть на фоне лаванды в белом. Я обыскала все магазины. Я хотела сарафан какой-нибудь найти. Я все обошла. Но на мою фигуру реально ничего не нашлось. И у нас в магазине недалеко от Zara я как раз проходили скидки. Я решила еще попытать счастье и что-нибудь посмотреть. И случайно вот попала на это платье. Если честно, я думала, что я в него не влезу. Не знаю почему. Но когда я его померила, оно так круто смотрелось. Я на самом деле чуть-чуть сомневалась, покупать или нет. Потому что оно такое полупрозрачное. Впереди нет, а сзади. Но я решила, что оно даже потом будет круто и актуально всегда. Во-первых, это белый цвет, который очень смотрится дорого. Он всегда актуален. И куда-нибудь в поездке, в будущем, это Майами или куда-нибудь в теплые края. Я не знаю, куда-нибудь, куда угодно. То это платье всегда можно будет брать с собой. И уже фотосессия на лавандовой ферме прошла. Если вы не видели, то фотографии в инстаграме. Пожалуйста, проходите, подписывайтесь. Оттуда еще будет влог. Единственный минус, конечно, белого цвета, это то, что он быстро мажется, марается. То есть ты каждый раз должен следить. Особенно, когда что-то кушаешь, чтобы не было никаких пятен. Но все же оно того стоит, потому что белый цвет, он всегда очень украшает и делает нас более нежными и красивыми. И сегодня, я надеюсь, видео получилось не сильно длинным. На самом деле одежды было не так уж и много, но все мною горячо любимое. И спасибо, что вы были со мной. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Я не знаю, смогу ли я оставить ссылки на все, что я купила. Я постараюсь посмотреть. Если я что-нибудь найду, то я оставлю в инфобоксе. И если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Кнопочку вы видите внизу. И если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк. Это будет меня мотивировать. Потому что лайки это то, что действительно мотивирует. И благодаря им хочется дальше снимать, снимать и снимать. И не забывайте писать в комментарии, что вам понравилось, что вы предпочитаете носить летом. И мне, кстати, очень интересно, есть ли из моих зрителей кто-нибудь беременный. Может быть, если вы есть, то, пожалуйста, напишите. Я буду очень рада поддерживать с вами связь. Возможно, вы дадите мне какой-то совет, а, возможно, даю какой-нибудь совет вам и я. Так что, да, я рада, что вы были со мной. Желаю вам хорошего настроения. И до скорых встреч в новом видео. Пока-пока.